привет друзья это александр шимитихин и спортех тв сегодня в гостях у нас наш велоэксперт брусницин павел и мы продолжаем обзор велосипедов merida 2020 года сегодня хотели бы вам рассказать об модели merida mission cx 300 se что она из себя представляет для чего она предназначена ну вот попросим рассказать пашу ну немножко пару слов о линейке у merida линейка с кого-то года начала называться мишин cx столб мы до раз таки вот и линейка представляет на самом деле из себя три модели рамы это первая рама до мишин тфс следующие модели 400 600 идут на раме уже merida light облегченная рама отличается геометрия немножко я так сравнивал есть различия небольшие в цифрах более предназначена для соревнований скажем так чисто по даже по цифрам и новой карбоновой версии в рамы merida light и вспомните в 2 она идет в верхней модели уже ну да да у нас сейчас из модели получается их 3 модели 100 200 300 моего вас я линейки данная модель у нас идет на группе 2 на 10 и agro ну практически полностью за исключением шатунов системы систему опять поставили фса вот с интересным посадочным 120 до 90 но опять же почему с интересным не особо часто встречаемый стандарт раньше срам любил ставить 120 бсд звезды на байк что который который вообще очень тяжело было найти и стоили недорого это решение мне тоже сейчас непонятно вот лучше вы поставили шамана которую звезду проще найти ту же самую tiagro либо другую не серийную систему вот про переключение сказал уже tiagro 2 на 10 кассета с диапазоном 10 скоростей с диапазоном 1132 1132 вообще велосипед этот предназначен для велокросса ну то есть для гонок по велокроссу вообще велокросс как отдельно тип езды вам я вы сам себе не представляю на самом деле ну как вот то есть ты и решили катаешься условно говоря увидел в лесу бревна специально ты у неужели ты специально поедешь так где не если будешь из них перебегать перепрыгивать но именно вот в качестве просто катания такого просто стиля не представляю их обменешь да и все просто соревнования ну по сути да такое может кто встречается то есть куда ты поедешь специально это только на соревнованиях то есть если еду в лесу и вижу там какие-то бревна но я либо их постараюсь объехать либо как бы ну придется даст здесь перебежать но я от этого как бы не получу удовольствие скажем тогда то есть бега с рук от от бега с велосипедом в руках удовольствие сомнительное но если это не какая-то спортивная дисциплина будем так говорить только сред соревновательный смысл имеет ну вообще да получается в принципе велокроссовые велосипеды они там скажем так само их название линейки говорит пора их спортивную направленность до соревнования по велокроссов но ввиду развития велоиндустрии в целом типа шоссейных велосипедов появилась куча всяких гравийников эндурансов сейчас еще циклокроссы они имеют все какие-то общие черты а именно как правило у всех широкие зазоры у рамы у вилки как правило все имеют геометрию ну такую менее агрессивны допустим чем у шоссейников вот но такую комфортную будем ее называть чем у шоссейников да но опять же до байков им далеко допустим как можно этот велосипед использовать обычному пользователю то есть обычный но вот я беру велосипед мне нужен универсальный чтобы и в лесу как бы ездить до по и не сильно жесткому рельефу не потом камням корням каким-то по все-таки это какие-то дорожки но максим тропинки но не не бездорожье же правильно как вы бездорожье бездорожье здесь уровень камни вот уже дыгнул смотря какой величины если это действительно для байка где где именно на байке нужно ехать где нужно амортизации нужно вот именно вот эта геометрия велосипеда который проще управляется там да но я думаю что в принципе на кроссовом предложенные сноровки можно много где проехать опять же зависит от навыков опять же обык мастерство возвращаясь к вопросу у нас не все мастера спорта то покупают велосипед далеко и поэтому для чего допустим можно использовать этот велосипед как аналог тоже гравийника то есть как аналог универсального велосипеда для всего можно здесь сюда ставить колеса шоссейные и превращать его тем самым в некое подобие шоссейника один велосипед для всех ну что он так может называться захотелось побольше байка поставил кроссовые колеса поставил колеса для от гравийника единственный наверное такой момент ограничивающий все-таки сейчас многие уже игра те же самые грэвел и байковские колеса идут на осях местная пока категория где еще очень сильно присутствуют колеса на эксцентах это шоссе сюда шоссейные колеса нормально встанут а допустим более современные какие-то варианты уже не подойдут потому что сейчас например но следующая рама уже идет на до 42 12 сзади и 12 на 100 спереди сзади здесь открытые драпауты как у шоссейника также как и спереди поэтому есть небольшие нюансы но опять же можно просто поменять резину то есть не обязательно менять все колеса если больше хотите асфальта больше будет ездить по асфальту ставите шоссейную резину все это велосипед мое понимание я увижу как для обычного пользователя просто как какой-то универсальный велосипед для всего для повседневного использования он уже не то чтобы не пригодится но есть люди которым удобно ездить и так вот в повседневном цикле но больше это как бы пойдет для такого для туризма не серьезного для не серьезно в плане там не возить с собой там палатки навешивают сюда багажники а именно кого-то дневного хочется какой-то маршрут интересный проехать нас на самом деле в области много мест которых просто про которых даже мы не знаем где можно таких велосипедах классно ездить и байк он там излишен вот но я знаю как категории есть катальцев ну скажем так в нашем регионе которые вообще как бы стали но специально такие маршруты подбирать ну постараться по крайней мере вот такие велосипеда конечно на таком велосипеде спускаться допустим со старика камня узнают либо там допустим каких-то других как бы спотов контейных там с длинными спусками по камням не очень будет удобно и комфортно вы скорее всего пробьетесь и размотаетесь где-нибудь вот поэтому это больше для такого для скоростного катания удовольствие что если можно сказать для спортсмена это гоночный велосипед велосипед для именно для профильной дисциплины но меня напрягает здесь двойник честно говоря для велокроса примут для соревновательной деятельности нафиг он нужен вообще никак не ни в какие рамки не вписывается в эту концепцию для обычного опять же пользователя наоборот плюс потому что он может опять же как уже говорил поставить шоссейную резину и превратить его в шоссейник туда же диапазон стоит компакт даже диапазон звезд здесь не кроссовый на кроссовых обычно ставят 48 46 здесь полтинник стоит то есть ну такое как бы да понимаете о чем говорю дисковые тормоза отдельный момент здесь реализовано с помощью тормозов trp spire это дисковая механика классная от trp примечательно тем что у нее механический подвод обоих колодок как правило у многих механических тормозов механика реализуется таким образом что подвижно только одна колодка при помощи механического привода вторая колодка фиксирована и получается диска он прижимается одной колодкой к другой которая статично здесь же работают две колодки вместе ну то есть единовременный привод получается но за тормоза здесь плюс на самом деле за тормоза плюс руль баран как следует велокроссову велосипеду алюминиевые под сиделы рули опять же выноса это как бы уже ну сам диктатический вариант комплектации такого как бюджетного сегмента велосипедов вот в принципе вот такая оценка я много сказал уже про его назначение вот немножко сейчас сказал про навеску колеса позиционируются конечно же камерные здесь но вы можете попытаться с ними сделать все что захотите можете колхозить без камерку попробовать я думаю что может получиться просто не так допустим это и просто да то есть придется повезти с лентой возможно поменять резину на более предназначенную для этого но все-таки обычные фолдинг либо стальные покрышки они не очень хорошо держатся я объясню просто как бывает для чего нужна без камерка для низкого давления для использования низком давлении чтобы велосипед катил по неровностям чтобы он не отскакивал от них чтобы он по ним эффективно перемещался если у вас покрышка накачана нормально но для без камерного использования но при этом резина сама с остальным портом у нее плохая подвижность я просто может оторвать из обода то есть оторвать из зацепления и вы пойдете пешком и такое может быть даже с нормальной резины но просто на непредназначенного для этого конструкции такое может произойти и риски больше опять же знаю людей которые это ставят они так не используют его они просто поставил ох круто я поставил без камерку на камерные было типа и обманул систему он просто ты катаешься чувак по асфальту на этом велосипеде и по легким тропинкам ты не ты не валишь на нем и поэтому у тебя все как прекрасно держится пожалуйста но это так небольшое отступление потому что были по этому поводу комментарии я сейчас высказал свое мнение втулки на промах как бы колеса нелегкие но для базовой комплектации сгодятся ну такая модель получается для человека который уже все равно примерно понимает что он хочет понимает где он будет кататься но это не первый велосипед не сто процентов не первый велосипед ну и такой более универсального что колеса поменял вы же смотрите видите как размываются сейчас грани то есть от шоссейника эндуранса гравела циклокросса что вообще в чем разница как бы вон стоят эти у нас с алексы как бы чего бы его не взять но нет отличие есть конечно вот алекс от того же та же геометрия было бы конечно совсем весело если была бы одна рама у всех отличие конечно есть по геометрии но я не знаю это больше здесь маркетинг или все-таки больше есть целесообразность вот так вот выделить такие узкие сегменты и вот под каждый сегмент сделать потому что все равно приходится ездить везде ведь пошли ну как бы даже ты куда-то поехал ты проехал кусок асфальт ты проехал кусок гравейки ты проехал кусок леса если ты едешь длинный маршрут правильно нет уже такого что ты сразу я думаю надо поездить на всем и попробовали сказать свое мнение хорошо друзья кстати интересно ваше мнение вот это вот узкая сегментация велосипедов для дороги которых полу ну уже вот умерида и получается блин внутри велосипеда если так можно выразиться хотя циклокросс он все-таки у него есть у него как бы есть своя направленность своя своя как бы непосредственная своя непосредственная специализация ну вопрос такой я хотел задать то есть как вы считаете вообще есть ли сообразность вот эту тему дорожную вот делить на столько сегментов вот интересно услышать ваше мнение вот ну паша спасибо тебе за информацию по этой модели я думаю кому интересно могут обратить на нее внимание вот и друзья спасибо вам за внимание что смотрели наш ролик если вам было полезно ставьте лайки если у вас тази остались какие-то вопросы пишите ваши комментарии всем пока друзья тест на вес модель merida mission cx 300 se на наших весах показывает 10 килограмм 850 грамм по заявлениям производителя 10 630 ну вот небольшая разница есть у нас вот так